О главных событиях к этому часу Госдеп США выделит 900 тысяч долларов на разминирование Донбасса. Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии. Порошенко и Байден обсудили украинский кризис. Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии. Российские инициировали программу повышения национального потенциала правительства Украины для устранения последствий военного конфликта на востоке страны, говорится в документе. Как отмечают СМИ, до 11 ноября 2016 года Госдеп должен найти организацию исполнителя, которая начнет обезвреживать взрывные устройства на территории Донбасса. Приоритет отдается организации из Украины. При этом все ее действия будут непосредственно согласовываться с Министерством обороны США. В Сирии вертолет ВКС России осуществил вынужденную посадку в провинции Хама. Место приземления было обстреляно боевиками, однако экипаж не пострадал и был эвакуирован на базу Хмеймим. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. По его словам, в четверг 3 ноября при выполнении планового полета по доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 километрах северо-западнее Пальмиры вертолет совершил вынужденную посадку. Во время осмотра вертолета экипажем на земле место приземления подверглось минометному обстрелу боевиков. Вертолет получил повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования. Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим, заявил председатель Центра по примирению. Таким образом, были опровергнуты сообщения террористов исламского государства, которые утверждали, что в результате обстрела вертолета погибли российские военнослужащие. Также боевики заверяли, что сбили воздушное судно, управляемое ракетой. Накануне президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, борьбы с коррупцией в Украине и вопросы энергобезопасности в Европе. Лидеры подтвердили, что решительно поддерживают минские соглашения в качестве единственной существующей основы для урегулирования конфликта в Донбассе и восстановления власти Украины на Востоке, говорится в сообщении, публикованном на сайте Белого дома. Кроме того, Байден поздравил Порошенко с введением системы электронных деклараций, назвав это важным шагом вперед в борьбе Украины с коррупцией. При этом оба политика согласились с необходимостью укрепления и поддержки деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Также Пресс-служба президента Украины сообщила, что в разговоре с Порошенко Байден поддержал продолжение санкций против России. Пресс-служба президента Украины